Всем привет, дорогие друзья! Продолжается наше с вами путешествие по Турции. Сегодня с вами посмотрим райончик Фетхея. Город Фетхея. Мы поселились в отеле недалеко от этого города. 15 минут ехать, но что-то типа какого-то, видимо, мелкого поселочка сам Фетхея не видели. Давайте сегодня посмотрим, что он из себя представляет. Во всяком случае, его набережная. Добрались мы и до Фетхея. Здесь, знаете, самая большая проблема, это вот эти вот прибрежные города. Нам говорят, как же вы не заехали на этот шикарный пляж Капуташ в Кашу. Он действительно шикарный. Но когда у тебя вот так вот по обочине стоят все машины, там же дорога узкая, ты проезжаешь, вообще ни одной дырки нет, понимаете? На протяжении километра. Потом остановиться где-то за километр, бросить в машину. Мало ли там ее эвакуируют оттуда, что ты там будешь делать без машины. Мы ехали вот именно на этот пляж. Хорошо, что покупались до этого вот в этом финике. Финике – это прям моя любовь. Очень мне понравилось. Не помню, как назывался пляж, но городок вот этот в финике, вот этот пляжик. Это просто красота. Он, кстати, платный. Просто не было сотрудника, когда мы шли. Видимо, рано приехали. Поэтому мы на него прошли бесплатно. Там никому было платить. Потом уже девочка пришла. Она уже не стала с нас брать денежку. Вот. Поэтому вот приехал, а машину поставить негде. Вот так вот кругами катаешься. Ты же не бросишь машину. Сейчас Юра будет кататься кругами, а мы будем здесь гулять. Но здесь вот, смотрите, здесь марина, здесь лодки. А где пляж? Я вот не понимаю. Здесь же купаться невозможно. Это отсюда куда-то они уезжают. Там Лена говорит, вот народы сами отсюда плавали на лодке. А пляж-то? Пляж, наверное, вон там. Там. С другой стороны. А вы бич? Сори. Вы бич? Бич? Да. Бич. Свин. Там? Гоу-го. Окей. Это шокер дырян. Гоу-гоу. В общем, в ту сторону. Куда-то. Пляж. Здесь стоят вот такие яхточки, на которых можно поплавать, как всегда. Ну и сейчас такое самое жаркое время у нас, как всегда, мы выбираем для прогулок. Но есть где вот здесь вот со стороны пройтись. Красивое место. Красивая вода. Ну и, конечно же, красивые горы. По поводу Алюдениза, прочитала в комментариях, прям там такое сражение не на жизнь, а на смерть. Вы что, не оценили Алюдениз? Сравнились с какой-то Клеопатрой? Как так можно? Вы не доехали там до какой-то голубой лагуны? Ребят, жара, представьте. 35 градусов. 40 минут. В пробке на машине 2 километра. Ну что такое 2 километра? Это вообще нечего. 40 минут ты едешь в этой пробке. Для того, чтобы попасть на этот переполненный пляж. Да пусть там эта чистая вода, да, она голубая. Но она того не стоит. Как селедки в бочке все сидят. Один на одним. Цены космос. Я как представила, что я туда приехала на 10 дней. И в этой толкучке среди этих людей сижу. Да боже мой, мне вот такой отдых вообще не нужен. Все отели находятся на возвышенности. С горы в гору. Это если только, знаете, приезжать худеть. Да, есть смысл. А вот так вот ехать, отдыхать. Да еще цены там такие босмослонные. Мне кажется, это просто, знаете, супер пропиаренное место. Для меня так, допустим, лучше в финике. Вот в этом остановиться и купаться. Без толп народа, в чистом море. Все есть. Что касается Алани, пишут там, Алани, деревья. Шикарные песчаные пляжи. Да, там плиты. Но ты знаешь, где эти плиты можно обойти. И где есть вход. И ты можешь зайти. И цены доступные. Вот это вот направление, оно более дорогое. Я не знаю, по какой причине здесь больше, наверное, любят отдыхать европейцы. Я не вижу здесь чего-то супер более прекрасного, чем в Алании либо в Анталии. Ну, все приблизительно то же самое. Только цены выше. За что ты здесь переплачиваешь, я не поняла. Не поняла. И магазинчики там в Алании. А что касается вот самих этих городков, то вы здесь вообще никогда не заблудитесь. Потому что везде все городки эти сделаны приблизительно по одному и тому же принципу. Одна вот эта вот центральная, основная улица Ататюрка, которая обычно ведет к набережной. Мы сейчас проехали именно такую улицу, там вот эти вот все мелкие магазинчики. И вот мы попадаем к яхтам. Ну, как бы на яхте сколько вы прокатитесь? Один раз. Основное это, конечно же, пляж. И он, наверное, скорее всего... Привет, привет. А где пляж здесь? Нет, вода не надо. Пляж. Вот где купаются? Купаются. Свим, бич, да. Где? Нет, да, там, да? Понятно, ладно, понятно. Пойдемте, спасибо. Пока-пока, слушайте. Вода знает, только вода. И куда-нибудь... Я всем задумала, где пляж здесь, где... Яхты посмотреть интересно, где купаться. Сока? Сока, давайте возьмем сока. Так, что здесь? А, вон цена. Water 20. Fresh. Не поняла, Fresh 250. Тут 250, 750 рублей, что ли? 50 стоит. Сколько? 150. Это ж сколько? 450 рублей, что ли? Не-не, за 450, не. 2 доллара, там, еще, понимаю, 200 рублей. 450 рублей за стакан сока. Совсем офигелище. Верните меня в Аланию. На наш любимый рынок в Махмудгари за 40. Здесь город апельсинов. Везде кругом апельсины растут. Вот 450 рублей апельсиновый сок. Совсем, что ли, фонарели. Ну, вот как здесь не ругаться? Еще вот мне, я говорю, люди... Понятно, я не навязываю никому свое видение. Я рассуждаю по-простому. Конечно, может быть, если бы у меня там миллионы в карманах лежали, и мне не нужно было бы там где-то ходить, было бы неинтересно чисто в сам отель приехать, может быть, как бы я бы выбрала такой отдых. Ну, а так, извините меня. Здесь какие-то экскурсии ведут. Совсем с ума сошли с ценами. Так, ну, мы с вами все вот идем, смотрим эти кораблики. Я так поняла, что, знаете как, наверное, вот на этих лодочках можно уехать куда-то на острова какие-то и там купаться в чистом море. Скорее всего, так. Смотрите, мемориал какой красивый. Не знаю, что он означает, но тут, знаете, как будто мать защищает родину, рядом мальчик стоит с ней. Может, я, конечно, ошибаюсь. Так, кто тут специалист по фитхии? Грин, я не пойму, пляж где? Где отели все расположены, где? Продолжаем идти вдоль набережной, напротив бич. Мы до него километр с вами не доехали. Здесь река впадает и лодочки. Сколько здесь стоит сок? Апельсины такие чахлые, еще нету сезона апельсинов. И расценки, что-то у них расценок. Никаких нет. А how much fresh? 80 лир. Ага, 80 лир. На 3. 240. Ну, 240 хоть нормально, хоть. 8, 9, 10. Да, 80. Ага. 240 рублей стоит. Ого! Сок здесь 240 стоит. Обалдеть. Нет, подожди, мы сейчас сами возьмем. 80 лира. Сок, Юра. Да, да. Fresh. Я, видите, не говорю. Говорят, сок по-турецки. Это плохое что-то у них означает. Не, я не буду. Юра спрашивает, кто хочет семит. Идем все на сок. Да. Free, free нам. А, 4? 4. 4. 4. 90 лир стоит микс. 10 лир, да? 10 лир, а я же отдала. А, ты 200 дала? Он тебе 130 дам. Так, теперь надо найти место, где присесть. Присесть, походу, на. Вот там таких средств есть. Но не у моря. Столь реки есть. Какие-то на 4 места нам мало такого. Такие вот, смотрите. Здесь такой сидишь, переворачиваешь стульчик и смотришь на море, сидишь, любуешься вот этими рыбами. О, спроси у Юры, вай-фай, может, есть? Вай-фая нету здесь? Ну, правильно же. Ну, правильно. Ну, я тебе дала 90. Так, пробуем сок, микс, лент, переворачивайся. А, тебе там видно. Микс, гранат. В общем, 240 рублей. Холодненький, со льдом. Мы сейчас посмотрим с вами туда, на пляж. У нас вот там с вами где-то находится. Красивый, песочный. Рыбки. Может, сейчас рыбину, слушайте, поймать рыбину, зажарить с собой, ввести. В общем, не знаю, чем она тут питается, но рыбина большая, большая. Мы с вами едем, все это набережно у нас. Большая, большая, длинная набережная. Но сейчас, поверьте мне... Юра, сколько показывает сейчас градусов у тебя? Есть термометр? 35 градусов. Поверьте мне, в 35 это вот по такому зною идти не самое большое удовольствие. И, походу, пляж-то и не здесь основной. Вот я все смотрю, мы бы до него бы и не дошли, потому что это все какие-то лодки. Еще в другую сторону куда-то пляж уходит отсюда, от порта. Вечером, наверное, да, комфортно так вот прогуляться, длинная дорога. Но днем то еще удовольствие. Парк очень красивый проезжаем какой-то. Какой-то детский. Ну, он где и детский, и взрослый. Поверьте направо. Шефит. Не успел. Так, ну что, 10 минуточек. Здесь вот здесь уже отельчики идут. Наконец-то мы доехали до пляжа. Я просто почему хочу это сделать? Мы едем сейчас дальше, чтобы посмотреть, есть смысл сюда ехать, отдыхать. Нравится мне или нет. Потому что кто бы что ни говорил, а у каждого свои предпочтения. Так, здесь уже ветер, кстати. Здесь уже ветер. Давайте посмотрим, что же здесь за пляж. Кафешечки тоже. Что такое пищит? А, такси едет. И пищит. Вот они, набережная с пляжем и с гостинцами пляжи. Выглядит все вот таким вот образом. Тоже здесь разные кафешечки, отельчики. Ну, это какой-то, вот туда дальше, там, может быть, это от отелей какие-то пляжи. Необлагоустроенные, скажем так. Песок и в эту сторону тоже самое. Песок и зонтики. Я хочу сказать, у нас с вами отель гораздо лучше расположен, да? Все в зелени, все в соснах, да. А здесь, ну, я поняла, что вот сюда бы я на отдых не хотела, ребят. То есть, как бы голая вот эта вот вся бесстенистая территория, набережная. Ну, в жару вот такой вот маляпусенький зонтик. Конечно, это очень мало. Ну, переодевалки, души, понятно. Есть пляж довольно-таки длинный, протяженный. Вот это вот, что из себя представляет Фетхия. А мы сейчас с вами были на той стороне, где яхты. Мы ехали в Дальян. Здесь у Юры с Леной живут друзья близкие. Они частенько у них останавливаются. У них, ну, такой вот домик. Виллы здесь рядом, это тоже родственники сдают. Ну, здесь с Дальяна еще до моря прилично, еще 15 минут. А здесь, ну, вот местные живут. Вот эта вилла, допустим, сдается. Она такая с небольшим бассейном. По нашим понятиям, как, знаете, наша такая деревня. Но сегодня как-то очень-очень жарко. Сейчас нужно попасть внутрь. Немножечко вам сниму. Такая вилла с маленьким бассейном. С улицей. Ну, мы так, мимо проездом надо завести, было кое-какие вещи. Заехали теперь на море. Заехали в Дальян, в Миграс мороженое взять. Здесь уже, знаете, ситуация немножко другая, чем нежели мы сейчас в предыдущие заезжали. Потому что это такое не сильно туристическое место. Сюда доезжают иностранцы. Вот здесь, кстати, мамины любимые фисташки есть. А в предыдущем Миграсе, в большом, в котором мы были, не было. И ассортимент с этими, с мармеладками здесь больше, чем там. Казалось бы, слушайте, вот этот маленький Миграс, но здесь ассортимент гораздо лучше, чем мы были. А сколько это цела? Я 87, ну, а я вот эту вот брала. Вот, 739, наверное, где-то 800. Я посчитала, 2 400 она стоила. Ну, она так и получается, 700 на 3 умножаем. Больше, да, получается. Большая тоже, вот она. Ну, у них в Миграсе-то стандартные цены, это же сетевой, у нас в пятерочке. Цены, что у нас в пятерочке. Что здесь? Можете, а? Юра нахвалил какую-то очень вкусную шаурму. Сюда, сюда, тут не убрано стол. Куда сидеть? А здесь не будет жарко от этой фигни? Ну, давайте, ладно, сядем. Другого варианта все равно нет. Больше сядем. В общем, вот такое место Юра сказал, нахвалил. Какой платок там? Юра сказал, что очень вкусная шаурма здесь. Цвет красивый, очень гладко. Или это покрывало какое? Покрывало, наверное, такое красивое. Цвет прям такой яркий, насыщенный. Котики. Подушка с котиками. Прикольно. Прикольно. Тоже такая туристическая улица. Здесь уже море совсем недалеко. Но у нас все равно целый день путешествия. Поэтому мы просто путешествуем. Такая вот шаурма. Ну, это лепешка, лаваш тоже. Здесь ее делают с говядиной. Юра, они улетели. Это баранина. Юра сказал, говядина. Лучше, не знаю, баранина, говядина. Сойдет. Поели, перекусили чуть-чуть. Лена не любит баранину, она не стала есть. А я люблю баранину, поэтому я съела. А она поклевала. И все. Ну, ладно, ничего страшного. Не съела ничего. Это все мелочи жизни. Здоровее будем. Идем. Тут Юра говорит, река рядышком. А я уже вон там вижу Ликийские гробницы. Мы здесь, когда в Марморис приезжали, на экскурсию ездили, нас здесь как раз-таки на корабликах возили. Так что мы сейчас с вами и на реку посмотрим, и на Ликийскую гробницу. Ее отсюда очень хорошо видно. Мы шли к реке. Увидели, что две туники можно купить за 10. Две. Давай с тобой две купим. А, мое должно быть тысячу максимум оно стоит. Сейчас спросим. Сейчас спросим. Вот они. А подождите, вот ценник. Ну-ка. Да, а что новости? Я и знаю, что оно тысячу максимум. Так. Тысяча шестьсот лир, но мне кажется, это не это. А, ну. Здесь вот они все эти. Мироба. А как это? А вот это? Брес. Сколько? Один мейт, пожалуйста. А, один мейт, вот это вот. Прайс из он. Прайс из он. На нем прайс, да? Ну, пойдем посмотрим. На нем, говорит, прайс он. Сейчас пойдем глянем. Смотри, ценники там есть. Вот если вот это платье. Написан ценник? Ченник? А, там прайс. Окей. Вот здесь должен прайс, посмотри. Ценник отогни. Ну, как, ну, вот одно. Ну, где прайс? Не знаю. Что тебе ерунда? Он сказал прайс. Ну, прайс. Хотели сравнить цены, потому что там, где мы купили, мы купили очень дорого. Они везде вот эти вот. Ну, они легкие, легкие. Конечно, у них все, каждый второй ходит, но, тем не менее, это очень удобно, когда прайс говорит там, прайса там нифига нет. Может, здесь прайс где? Дебил, что ли? А, 950 лир тоже. 950 лир это 3 тысячи тоже. И я за 3 купила. 950 лир нашли, ценник. Ну, вот, кстати, серафанчики, да, хорошие? Ну, только, мне кажется, маленькие. А так бы я себе такое бы взяла бы с удовольствием. Да, на пляж ходить. Вот они, тунички. Ну, ладно. А здесь разные на подушники красивые. Смотри, какие красивые на подушники, да? Я бы вот такую барасеточку себе бы прикупила бы. Детские какие-то вещички, шортики, мороженка. И мы, собственно говоря, вышли с вами к реке. К реке по 500 лир вот эти тапочки здесь. 500 лир это полторы тысячи на наши деньги. Ладно, пойдемте на речку посмотрим. Я вот иду, снимаю, как обычный обыватель. Вот как вы бы, вот шли бы, понимаете? Идете, увидели, зашли, посмотрели. Дальше идете, посмотрели. Это такое... Сейчас ребята дальше в Стамбул поедут. Мы бы с ними, но надо домой вернуться. Срочно. Поэтому, к сожалению, мы в Стамбул не поедем. А очень хотелось бы. Я бы прям мне на машине едь и едь. Мне так хорошо с ребятами. На заднем сидении, где хочешь, поспал, вышел. Вот в таких вот местах посидел, насладился, отдохнул. Река. Река. Вот на такой реке из Мармориса. Нас привозили на экскурсию. Вот здесь садили вот в эту лодочку. И дальше плывешь по вот этой речке. И там дальше пляж. Пляж необыкновенной красоты. А в скалах здесь, вот как раз таки вон там, вот видно, ликийские вот эти вот гробницы. Их показывают. И здесь мы плюс еще кормили черепах. И ловили. И что-то ловили мы здесь еще, я помню. Так. Сколько здесь стоит еда? Фиш. Подождите. Фиш. Кебаб. В общем, вы видите. 800, 480, 600, 750, 900. Такие цены, конечно, не дешевые. Почему? Потому что здесь все рассчитано на иностранцев. Иностранцев здесь очень много. Я имею в виду из Великобритании очень много путешественников, для которых здесь отдых считается дешевым. Здесь нам объясняли на экскурсии, рассказывают то, что помню. Уникальный воздух. Уникальный воздух. У кого есть какие-то заболевания с дыханием, проблемы какие-то с дыханием, вот они сюда приезжают и лечатся. Вот здесь вот вдоль этой реки огромное количество отельчиков разных, небольших. И, соответственно, они живут. То есть здесь определенный уровень влажности, тепла, горы, плюс вот это вот сочетание всего, плюс еще что-то нам говорили, что это прям уникально действовать на дыхание. Поэтому курорт пользуется популярностью. У наших популярность он не особенно пользуется, потому что дорого. Для наших дорого, я вам показала, цены здесь везде, такие немаленькие. Ну и плюс еще добираться до моря либо вот на такой лодочке, либо на машине. Мы сейчас поедем на машине. На машине это в объезд и немного на другой пляж. Вот здесь вот едем, и здесь гранатовые деревья. Вот прямо вот вдоль всей вот этой улицы. Огромное количество. Ну они же кому-то принадлежат. Да, это они выращивают. То есть ты же не имеешь права вот идти и рвать их, допустим, в этих садах. Ты же не будешь рвать всю машину. Одну, два, сорви тебе словно. Да, не буду. Пляж. Пляж в Дальяне. Огромное количество машин здесь стоит. На этом пляже. Ну, мы припарковались. Стоянка платная. И, блин, чем-то напоминает Клеопатра. Аранья. Мне вот что не говорите, Аранья все равно любовь. Вот этот островок. Такое ощущение, знаете, что там пещера где-то в Далматаж. И зонтики с лежаками. Так, там река. Что-то здесь ветерок какой-то. Ветерок. Очень-очень жарко. Соломенные зонтики. И лежаки. Сколько лежаки стоят? Я не знаю. Зонтики здесь соломенные. Здесь песок. Наконец-таки нет камней. Песок очень... Ну, поэтому я и говорю, Клеопатра напоминает. Очень горячий песок. Бежаки все заняты. Ну, мелко зато здесь. Идешь, 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 идешь. Везде мелко. Негде даже вещи кинуть. Кинем сейчас вот здесь вот на песочке. Вот это Дальян. Чтобы вы понимали, по месторасположению. Многие здесь вот эти вот стульчики покупают. На них отдыхают. Вот такая вода. Сейчас мы с вами туда зайдем и искупаемся. В самом Санцепёке, не жалея себя, мы идем купаться. Мы идем купаться. В другом сосны. Ой, ну водичка, потому что хорошая. Знаете, когда ты так долго едешь, а мы сегодня проехали много, Ну, завтра у нас будет релакс целый день. Мы не поедем, ходим чисто на нас. Пляж здесь хороший. Здесь нет камней. Здесь очень удобный заход. Но здесь, как в Анапе, будешь туда долго-долго-долго идти. Ну и количество людей на пляже. Их здесь много. Поэтому вот самое лучшее, что только могло быть, это на шаты. Где людей немного, где спокойствия. Нет вот этого вот переполненного пляжа. Но камни и мутная вода. Здесь вода более прозрачная. Хотя здесь тоже песок. Тоже она такая. Ну, в общем, как-то так, чтобы вы просто понимали. Ну, вот я иду. Здесь все по колено, по колено. И туда дальше можете далеко идти. Все тоже по колено, по колено. Музыка. Музыка. Переоделись сегодня. Который раз, я даже не знаю, за день. И готова идти на ужин. В наш спокойный, тихий отель. Я очень рада, что я сегодня посмотрела Фитхие. Я имею представление теперь, что это такое. Очень рада, что посмотрела Дальян. Теперь ты хотя бы уже все это, знаете, как не понаслышке. Там, ой, как там здорово, как там классно. А уже сам увидел все своими глазами. Здесь везде. В Турции, в принципе, все классно, все здорово. Здесь такой прям вот очень-очень зеленый район. Особенно мне нравится вот эта вот часть, где мы поселились. Потому что это одни сплошные растения. И это просто великолепно. Это, знаете, такой вот оазис. Оазис. Вся такая территория зеленая-зеленая. Кто тут чем недоволен? Ну, есть запах. Ух ты, наши рубашки свалились. А вот это наш балкон. У Оксаны рубашка на крыше. У меня кофта на крыше. Подниматься неохота. Надо опять повесить. А кто-то вот веревку, видите, вешает. А мы, кстати, не заметили, что была веревка. Я постирала кофту. И она у меня свалилась. Юрчик. Юрчик вышел из номера. Киса у них поселилась. Она всегда дежурит. Давайте сейчас киски возьмем, что-нибудь сужено. Она у вас тут постоянно сидит. Пойдемте, пока все такие симпатичные. Сфотографируемся. А где нам сфотографироваться, чтобы красивый фон какой-то был? Возле шара? Каппадокии. Так. Идем. Отдохнули, передохнули чуть-чуть. Знаете, как мы отдыхали сейчас? Сказываю, как мы отдыхали. Прискакали, быстро душ приняли. Был час до ужина. Смонтировали предыдущее видео. Это только две минуты назад закончили. Вот в этом заключался наш отдых. Но я же понимаю, что вы ждете. И что у вас каждое утро начинается вместе со мной. Поэтому я не могу вас подвезти. Вот через терния к звездам. Смотрите, какой сегодня красивый закат. Вообще просто фантастический, феерический. Мне очень жалко, что мы сейчас не находимся на море. И не видим полностью вот эту вот всю картину. Но знаете, на фоне бассейна это тоже очень-очень красиво наблюдать. Понимаете, мы сейчас с вами прям уникальная возможность. Последние лучи вот такого закатного солнышка. Ух ты! Уже открываются двери ресторана. И нужно туда прям бежать сейчас. Занимать быстренько место. Давайте где-то вентиляторы. Где-то, где вы ходите. Давайте быстрее. А тут жарко, мне кажется. Может, там под вентилятором где? Хочу. Может, под вентилятором где сесть? Давайте где вентилятор. Быстренько под вентилятор. Потому что сидеть просто невыносимо. Вот здесь вот дует. Во! Вот здесь дует. Давайте сюда. Слушайте, нашли стол. Нашли стол. Нашли стол. Ура! Знаете, щелкать нельзя. Потому что, если вы не успеете и не подсуетитесь, то это единственное место, которое здесь охлаждается. В самом зале вентиляция тоже не работает. Поэтому, как бы, ну, здесь никто не ломится. Руками никто никого не расталкивает. Но, тем не менее. Пойдемте посмотрим, что у нас сегодня на ужин. Пока людей не очень много. Мы с вами сможем это все посмотреть. Вот это, кстати, с правой стороны китс-буфет для детей. Все это дело. Так, сладкий стол. Начнем с вами. Сладкий здесь народу не будет. Пойдемте лучше с права горячее посмотрим. Потому что потом народу будет много. Курица за ней. Народу нет. Жаренная. Здесь вот я сегодня поняла, что я очень хочу макароны. Что я так соскучилась по макаронам. Здесь три соуса. Сливочный соус. Красный соус. Еще какой-то соус. Здесь уже макароны с маслинами перемешаны. Здесь со шпинатом макарошки. Здесь разные эти трубочки типа с творогом. С курицей что-то намешано. Рыба. С лимонным соусом. А, здесь все-таки написано. Куриное сетэ. Это капуста написано, значит. Это сырная выпечка. Вот здесь запечка. Овощи. Сейчас, наверное, как-то здесь подойдите, что там показать. Вот она, курочка. Так, здесь. Это все я по горячему хочу пройтись. Макарон. Рис. Рис с горошком пережаренный. Здесь что-то такое артишоки. И вон там мясо, не знаю, ягненок это или что. Сейчас нужно прочитать. Табличку не вижу, но похоже на говядину. Либо говядина, либо ягненок. Так, ну вот такие вот закуски сырные. В общем и в целом ужин более чем. Мы с вами, ну понятно, что все салаты, вся вот эта зелень, все это здесь есть. Ну и, конечно же, давайте посмотрим сладкий стол, который мы пролетели. Симпатичные здесь вот эти тортики. Крем какой-то. Ух ты, сегодня очень хороший стол. Сладкий, глиня, арбуз, апельсин. Я, знаете, когда нам бронировали, я вроде так поняла, что это пятерка, потом поняла, что это четверка. В общем, мы же не сами бронировали. Поэтому это четверка, как я так поняла, сказали. Здесь тоже, это уже вся местная выпечка. Вот здесь, то есть еды более чем достаточно, я бы так сказала. И вот здесь вот гриль. То, что жарят на гриле, тоже какие-то куриные крылья, гриль. Перчики здесь жарят, рыба цельная. И что там еще последнее, и лук, и лук жареный. Все, показала вам все, что здесь есть. Осталось теперь сделать свой выбор. Идет. Так, у меня вот такой сегодня выбор. Рыба, овощи, огурцы соленые, соскучилась. Говядина для киски, она сейчас ко мне придет. Иди сюда, кс-кс-кс-кс. Иди сюда. Мне, кстати, на кс-кс-кс-кс не всегда отвлекаются. Сейчас, подожди. Горячее только. Будет есть горячее. Ест. Села довольно... Нифига себе, ты проглотила за одну секунду. Пиво вы будете? Я не знаю, сейчас я подумаю. Нет, пиво я не буду. Сейчас я подумаю, что я буду. Не знаю, что хочу. Могу пойти взять какие-то напитки. Сейчас будем пробовать рыбу. Они такие худенькие здесь. Должны быть упитанные при ресторанах. Они нет. Так, ребята, холодное пиво. Я не знаю, что пойду, посмотрю, что. Что? Ну что, пробуем с вами рыбу. Рыбу здесь местную. Я искала этот соус тартар. Взяла каких-то два белых. Не знаю, что из них они представляют. Если все хотят. Давайте попробуем. Огонь. Конечно, в Грузии на параллелевом хозяйстве рыба была вкуснее однозначно. Там была, знаете, зажаренная такая корочка. Но все равно отлично. Я сегодня вот все размышляла и думала, кто же те люди, которые здесь вот фукали и говорили, что был испорченный отпуск. И, ну, что тут, к чему тут можно подбираться. Как бы, понятно, это же не люкс. Это не люкс, да, здесь люксового обслуживания какого-то не приходишь, чтобы рядом с тобой стоил официант, приносил тебе на питье. Это все стоит дороже. А так, в общем, зная, что бутылка раки, я с ним показывала вам, стоит 2400 в переводе на наши деньги, решили сегодня с Оксаной попробовать здесь раки. Он разводится водой, такой мятный, как будто ты сироп от кашля пьешь в напиток. Потому что, если кто-то кушает, то всем приятного аппетита. Номер два. На гриле жарят вот такие крышки. Это безумно вкусно. С йогуртом и с солеными огурчиками. Друзья мои, после такого сытного ужина, это реально был очень сытный ужин, Мы всегда вот здесь лежаки, напротив этот ресторан. Тут сейчас будет, у меня какой-то дэнс-шоу, но 10 минут надо полежать. Вы понимаете, обязательно нужно. Я ничего не дам. Чего дать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что, времени почти 11 часов вечера. И увидели здесь, с Оксаной пришли на пляж, объявили, что сегодня будет дискотека здесь в 11 вечера на пляже. Кто-то написал, что им не понравилась дорожка, которой мы шли на пляж. Ну, ребят, все разные. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Спасибо, что делитесь своим мнением. Ну, у каждого оно свое. Мне дорожка понравилась, потому что там свежо, хорошо, приятно идти по этой дорожке. Сейчас, в данный момент, она подсвечивается, там горят все фонарики. И вот здесь мы увидели объявление. До этого проходили, даже внимания не обращаясь, что есть здесь такая экскурсия, как прогулка по семи островам. Она есть в 9 часов начинается, там валюты не свезут. И в 2 часа, там еще на какие-то острова, вот это было бы супер, конечно, съездить, посмотреть. Ну, а сейчас люди потихонечку собираются на дискотеку. И сейчас пройдем с вами на море, но камера у меня, конечно, не показывает. Хочу сказать, что я супер довольна. Говорит, Лена хвалила, хвалила тот отель. Ребят, я его не хвалила. Я говорила, что та бюджетная цена, которая там была, нормально, то есть за те деньги. То есть если это маленькие деньги, да, но 200 тысяч, что тот отель не стоит, поверьте мне. Час на ужин, толкотня в столовой. То есть можно потерпеть несколько дней, там покупать все, если нормальная цена. Если цена высокая, туда ездить даже близко. Мне стали писать люди 200 тысяч, там, UK, этот отель. Там грязь, там никто ничего не убирает, там полотенца не имеют. Мы сегодня пришли в номер, удивились, у нас все убрано и полотенца заменены. Мы уже так отвыкли за три дня, что что-то где-то убирают. Не пол не подтирают, не убирают ничего. Еда более-менее нормальная, сносная. Еще раз говорю, если за дешево, то да. Если за дорого, смысла нет. Так, музыку уже делают громче. Значит, уже начинается дискотека, и здесь тоже работает бар на пляже. Информация про прогулки, заметьте, на нескольких языках. Экспресс-поездка, валютный низ с 9.30 до 13.30, максимально 12 человек. Классно, учитывая, что мы на море находимся. И вот здесь сейчас работает, ну, а на днем тоже, соответственно, завтра мы с вами посмотрим. Работает барчик. И сейчас начнется здесь дискотека. Ну, вот так пришли посмотреть, не то, чтобы поплясать. Вот выглядит дискотека. Здесь концертная площадка и место для танков. Пока что еще люди только собираются. В один из начала только началось. В общем, вряд ли вы, наверное, увидите море. Потому что темно здесь. Но пирс подсвечивает. Ну что, дорогие друзья, вот таким образом прошел сегодняшний наш день. Он был очень насыщенный, слабо скажем. Ну, мы с Оксаной все равно выдержали. До 20 минут 12. Сейчас еще умыться, помыться, спать. Оксана хотела еще потанцевать. А у меня уже какие-то силы нет. Я говорю, то ли возраст не тот, то ли сил нет. Но мы очень много сегодня проехали. Очень много посмотрели. Очень много, да, ощущений. Встали рано. Всем, как всегда, желаю добра, удачи, позитива. Отличного настроения. Как всегда, увидимся с вами вновь. У нас еще с вами день в отеле. Пока-пока.